Глава Республики ТВА Российской Федерации Владислав Ховалык с рабочим визитом посетил Оршанский район. Первым объектом для ознакомления стал Оршанский льнокомбинат. Официальную делегацию встретили председатель Витебского областного исполнительного комитета Александр Суботин, председатель Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности Татьяна Лугина, председатель Оршанского райисполкома Игоря Саченко. Здравствуйте. Рад видеть на Витебской Семьдец. Надеюсь, что мы так рады. Тепло, дружески проведем. Добрый день. Генеральный директор предприятия. Приветствуем вас. Рады. Ну и здравствуйте. О сегодняшнем дне и перспективах развития предприятия рассказал его генеральный директор Владимир Нестеренко. Работает на сегодняшний день 3,5 тысячи человек. Предприятие состоит из пяти фабрик. Три фабрики занимаются первичной переработкой льна. В частности, мы находимся вот сейчас на входе фабрика, которая перерабатывает короткое льноволокно. И две фабрики перерабатывают длинное льноволокно. В 2018 году мы закончили модернизацию основного производства. За 10 лет инвестиции составили более 200 миллионов долларов. Сегодня, благодаря и модернизации, и определенной моде на лен, у нас нет проблем со сбытом. Продукция экспортируется в 44 страны мира. То есть заказы имеем наперед. Конечно, есть определенная проблема. Это нехватка сырья. Но закончим модернизацию предприятия. Мы приступаем еще к модернизации льнозаводов. Мы будем развивать производство в Витебской области, в других регионах. И надеемся, что общими нашими усилиями мы достигнем результата. Сохраним, да, и приемножим. Делегация побывала в модернизированном цеху фабрики номер один, где показали в работе швейную линию по катонизации короткого льноволокна немецкого производства. Называется ровница, да? И потом из нее делается пряжа. Но для того, чтобы пряжа была тоньше, после механической обработки делается химическая обработка. То есть она отбеливается, и химия еще больше расщепляется на лектарное обработка, чтобы получить более тонкую пляжу. Вам в конце тепло. Придельщик будет. Нет, я можно останусь работать. Хорошо, хорошо. У нас женщин много, а мужчин не хватает. Гости также осмотрели фабрику номер два. Знаете, я сейчас второй раз приехал в Белоруссию. Первый раз проездом, всего лишь на три часа. И мне тогда удалось вместе с супругой приехать в столицу, в Минск. Посмотрели очень быстро достопримечательства, вернулись и дальше дорога, как говорится. Ну вот сейчас же с рабочим визитом, вы знаете, нас принял глава государства, Александр Григорьевич. Очень теплая встреча прошла. По основным моментам наших взаимодействий переговорили. Он свое тоже понимание дал. Сказал, что вы можете посетить любой объект на территории Белоруссии. И вот так у нас насыщенная программа, в том числе эта программа пошла, так сказать, на комбинат. До этого мы сейчас были с утра на Белазе тоже. И удалось мне даже прокатиться на самой большой машине за рулем. Впечатления очень хорошие. Сейчас мне было сказано, что не хватает сырья льна. И мы сейчас ехали, говорили, а вот на территории республики Тыва лен растет ли? Мы сейчас этот вопрос тоже будем продумывать. Экономика, если получится, то может быть у нас очень много пустующих земель сейчас, где тоже можно будет, так сказать, обрабатывать и сажать лен. Мы изучим это направление. В целом аграрный регион Тыва. Безусловно, мы приоритетом своей деятельности нового правительства взяли развитие агропромышленного комплекса республики. В этой связи нам, конечно, нужна всех хозяйств и техника. По семерному и очистскому опыту здесь очень, то есть в направлении очень большой опыт. Тоже будем это изучать. Кроме этого, у нас в республике очень богато минераль-серовым потенциалом. Соответственно, есть добывающая промышленность. Нам нужна будет карьерная техника, самосвалы и другая техника. В этой связи нам интересно, конечно, и БелАЗ, и Амкадор. Хочет быть богатым – строй дороги, говорят. Поэтому будем интересоваться и строительной, и дорожной техникой. Вот это направление будет в первую очередь развивать. Ну, кроме этого, в Беларуси мы знаем очень хорошие компетенции в области строительства. Хорошие строители. Здесь тоже мы хотели бы вести переговоры, чтобы какой-нибудь наш микрорайон с социальными объектами тоже могли взять на строительство белорусские строители. Этого направления тоже будем изучать. Ну, и туризм, область туризма тоже будем. У нас 70-80% – это горы. Поэтому наверняка заинтересуют белорусов вот наши природные собременчательности. Хотелось бы тоже вас видеть в гостях как туристов. Затем члены делегации посетили крупнейшие в Европе магазины льна, где увидели широчайший ассортимент выпускаемой продукции предприятия. Глава Республики ТВА Российской Федерации Владислав Ховалык также посетил молочно-товарный комплекс «Устинский» РПУП «Устинан» Беларуси, мультимодальный промышленный логистический комплекс ООО «Бременно Орше» и производственно-технический кластер «Усти». Мы хотели посмотреть здесь, как молочно-товарные направления, это ферма, как здесь вот на самом высокотехнологическом уровне. Азиан Григорьевич тоже говорил, что мы готовы это реализовать на территории Республики ТВА, хотя бы даже начать с одного комплекса. Для этого я хотел бы в ближайшее время отправить нашу делегацию из работников сельскохозяйственной республики, чтобы на месте изучили, какой породу крупно-рогатый скот может подойти, в том числе и какие оснастки нужны, более подходящие для наших ферм. То есть изучить все эти вопросы, здесь поговорить на одном языке, вот здесь со своими коллегами. Сергей Бойко, Алексей Цыбульский, телекомпания «Скип». Азиан Григорьевич.